Для Аркадия Слесарева это третья выставка в Щёлковской библиотеке номер 3. Во Дворце культуры имени Чкалова историк выставлял ратефакты Великой Отечественной войны, фотографии жителей Щёлкова в 20-30-е годы 20-го столетия. Нынешняя выставка посвящена 1160-летию российской государственности и рассказывает о самых древних в историческом понимании экспонатах коллекции, предметах быта и вооружения. Самому древнему из них, альвийской монетке-дельфинчику, более 2,5 тысячи лет. Каждый год у нас проходят лагеря в разных концах нашей страны. Начали мы в царском селе под Питером, проехали практически весь Дон, Кубань, и потихоньку находились разные предметы. Это всё изначально собиралось как учебные пособия. Но когда стало ясно, что коллекция уже достаточно богатая и есть вещи уникальные, то, конечно, захотелось показать это людям, хотя бы жителям нашей Чкаловской. В коллекции Аркадия Слесарева около полутора тысяч предметов. Она собиралась покрупиться на протяжении 32 лет при участии Щёлковского кадетского отряда 4-го Донского казачьего полка Союза казаков войска Донского. Что-то было подарено или приобретено на собственные средства. Ценные находки хранятся в храме святого стратотерпца императора Николая II, построенного в микрорайоне Чкаловский. Древнее оружие русских воинов эпохи Золотой Орды, найденное под Козельском, пики от копий, боевую форму русского воина можно не спеша рассматривать в библиотеке. Эта форма шлилась для фильма «Россия молодая». Кафтан венгерского образца, так называемый, он появился на Руси в 70-е годы 17 века. Крымчаки, нагайцы находили на Русь как на работу. Каждый год по весне грабить русские города и деревни. Поэтому приходилось держать громадную армию. В этом году из полевого лагеря Аркадий Слесарев привез предметы, найденные на отвалах под Урюпинском. Находки изъяты из культурного слоя, ранее вскрытого механическим способом. Историк принципиально не занимается приборным поиском. Для него важна сохранность самого культурного слоя, который сам по себе историческая ценность. Вот редкая монета Константина Великого и его потомков, благодаря которым Византия приняла государственность. Первые нательные крестики 11-12 веков, которые связаны с городом Херсонесом, где окрестилось русское воинство. В третью библиотеку, в которую ходят с раннего детства, Аркадий Слесарев передал коллекционные книги, изданные Государственным музеем современной истории России, где он работает в основное время. Книга рассказывает о давно исчезнувших с витрин и тумб, лубочных картинах и плакатах периода Первой мировой войны. Аркадий Слесарев – один из составителей сборника. Сейчас очень важно нам немножко живить историю, очень важно, чтобы люди прочувствовали, что это не просто какие-то книги, не какие-то уроки, может быть, скучные, а это жизнь людей, жизнь наших дедов, прадедов, прапрадедов. Детям наглядно очень интересно, и такая особенность нашей выставки – мы разрешаем потрогать, потому что если музейные экспонаты, то это все сложно и трогать нельзя, а здесь ребята могли все потрогать, пощупать, не только посмотреть. И они с большим интересом относились к тому, что и рассказывали мы. То есть это только плюс нашего сотрудничества. Увидеть раритеты, а заодно посмотреть юбилейную книжную выставку о войне 1812 года можно в часы работы библиотеки. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.